Здравствуйте, друзья! Мы с вами снова встречаемся в нашей студии. И снова у вас на экранах Елена из Сиэтла, или из пригородов Сиэтла. И сегодня у нас очень интересная тема. Давайте я пару слов скажу. А вы поправьте, если что не так. Потому что вы основной докладчик сегодня по теме. Значит, тема такая. Люди не находятся в гражданском браке. В официальном не находятся, но в гражданском находятся. Кто-то из них выигрывает в лотерею грин-карт, хочет взять второго, они расписываются, идут на интервью. Хотя, вот мне интересно, как они попадают вместе на интервью, это вы, может быть, скажете. Но дальше их на этом интервью начинают как бы перекрестно допрашивать. На предмет того, действительно ли у них какие-то давние отношения, или это вот люди хотят закосить под отношения с тем, чтобы кого-то вот притащить в Америку. Вот что это за интервью я правильно тему изложил? Да, совершенно верно. Только, Леночка, одно такое вам не скажите. Вот живут люди, один выиграл. В какой момент происходит вот то, что второго тоже позовут? Вот как это получается, что приходят они вместе, а не тот, который в заявке? Вот что предшествует? Предшествует заполнение формы выигрышной, формы 260, DS-260. Значит, в Кентукки-центр, КСС, пишется письмо на e-mail, что произошли изменения в семейном положении, прикрепляется свидетельство о браке, скрин, ну копия, скриншот, как он правильно? Нет, 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 скан вы имеете? Скан, да, скан. Прикрепляется скан, и анкета разблокируется человека, который заполнил уже, если он ее уже заполнил, и добавляется новый член семьи. А если он только заполняет DS-260, то ему не нужно письмо писать, а он просто говорит, что у меня изменения, или как? Нет, нет, надо написать письмо и приложить скан свидетельство о браке, да. Тогда они там, дело в том, что я еще заполняла, вот у нас, по-моему, последний год был, когда мы заполняли еще от руки анкеты, а уже потом, на следующий год, люди стали заполнять онлайн. Но, судя по тому, что люди отписываются на форум, что пишут на форумах, то пишется на e-mail в КСС письмо с тем, что изменилось семейное положение. И уже КСС присылает уже какие-то, ну, действия уже делает, что анкета уже на два члена семьи получается. Окей, то есть это чисто технический вопрос, он как бы легко решается. Да, вообще не проблема, да, хотя многие думают, ой, что делать, что делать. Пришли двое на интервью. Итак, они написали письмо, им говорят, пожалуйста, приходите вот такого числа. Да, приглашают на интервью. Хочу немного отступить, что фиктивный брак считается очень серьезным преступлением в Америке для американских властей. И поэтому, когда молодожены приходят на интервью, то они уже потенциально, у них потенциально фиктивный брак. То есть они должны доказать, что у них он неэффективный. Их уже подозревают, что у них фиктивный брак. То есть у них нет презумпции невиновности, у них как раз презумпция обратная. Нет, задача, да, задача консула это выяснить, эффективный ли у них брак или все-таки неэффективный. Но я сразу могу сказать, что если брак неэффективный, если действительно люди поженились, люди давно встречаются или живут вместе, то им бояться абсолютно нечего. То есть, да, возможно, волнение будет какое-то, нужно будет подготовиться чуть-чуть, потому что там перекрестный допрос, вопросы, вопросы бывают, конечно, хоть стой, хоть падай. То есть никто не ожидает, что такой вопрос можно вообще задать. Там родинка в какой-то месте. И родинка, и цвет зубной щетки, и цвет штор в спальне, и что у вас на потолке, что у вас на стене. Все, вот полностью по каждой комнате. Если они, понимаете, если они усомнятся, вот если что-то им не понравится, они устраивают перекрестный допрос с пристрастием. То есть реально вот вызываются по очереди муж и жена, и каждого по полчаса, по часу допрашивают. То есть задают конкретные вопросы. А потом сверяют ответы. И вот уже по совпадению ответов уже они делают вывод. Но на моей памяти, может, пару случаев было, что был отказ. Но там ситуация была такая, что страна, по-моему, Узбекистан была, вот что-то вот там, где вот фиктивный брак не редкость, скажем так. Особенно эти посредники, которые там пачками подают анкеты по лотерее, они потом всякими путями, правдами, неправдами стараются людей за деньги поженить, предлагают такие варианты, чтобы люди уехали. Вот. И там были отказы, но я думаю, что там фиктивный брак был. Потому что, ну, вы же понимаете, что не дурачки сидят в консульстве. Ну, на самом деле, я когда думаю про вот этот процесс, я в первую очередь думаю о том, что люди, которые уже в США, которых брак в США, и они здесь проходят тоже интервью, на котором им надо показывать, ну, что у них брак реальный, а не фиктивный. И у американских, как бы, скажем так, компетентных органов накоплен большой опыт по этой части. То есть они давно и очень, как бы, интенсивно этим занимаются. Поэтому я думаю, что там технология отработана. Другое дело, что есть ли у них столько времени, например, где-нибудь в посольстве, там, в Москве, по сравнению с тем, как вот они здесь где-нибудь это делают, в местных органах. Есть время. Я вас уверяю, были такие истории, люди писали, что долго держали. Как правило, они берут этих людей последними. То есть уже вот они, самые последние заходят, то есть вызывают их самыми последними, и уже с ними общаются, по очереди могут вызывать в комнату, могут быстро вопросы задать, могут долго, опять же, как они усомнят. Усомняться, значит, будет допрос. Не усомняться, значит, зададут там пять вопросов. И все. А, то есть, может быть, всего там пять вопросов, и все. Может быть. Но еще очень главный момент, на который люди обращали внимание, конечно, никто сто процентов сказать не может, потому что никто же не знает, как оно на самом деле. Но складывалось впечатление, что за... Вот мы, когда приходим на интервью, за нами наблюдают. Как оно в посольстве там что-то происходит. Читал, читал, да. Да, там зал. А в зале окошки, как вот в банке или на почте окошки. И вот сидишь, ждешь свои очереди. И вот в это время, когда ты сидишь, ждешь, а везде ж камеры по всем углам, может быть, за нами, за... Ну, вот кто, у кого не свежий брак, может быть, за нами и не наблюдают. А вот за молодоженами наблюдают 99,9 процентов. Даже сто процентов. И вот как вы себя поведете, тогда за вами, вот когда вы ждете интервью, от этого тоже очень много зависит. Если люди действительно любят друг друга, если там лишний какой-то взяли за руку, обнял как-то там что-то, ну, видно, что люди тепло друг к другу относятся, то были такие случаи, даже допроса не было. Вот реально люди писали, что допроса перекрестного не было. Я читал такую историю, типа вот он там чего-то там слезнул, там со щеки там вытер, чтобы так чистенько было. Да, да. Их даже вообще уже ничего не спрашивали. Но все-таки в этом есть элемент предположения, конечно. Да, да. Лен, когда вы сказали, что если отношения реальные, то им бояться нечего, это вы как бы в успокоительном плане? Или все-таки надо, ну, как бы, что это, мол, вы легко докажете, а вот говорят, надо фотографии принести, какие-то пути там вместе отдыхали, ну, что-то такое, какие-то документальные подтверждения, вот, что у людей есть отношения продолжительные. Да, документальные подтверждения приветствуются, очень даже помогают. Это фотографии совместные, там, несколько лет, в течение нескольких лет, какие-то праздники куда-то ездили, где-то в компании. Свадебные фотографии тоже. Спрашивают очень за свадьбу, сколько гостей было. Но вы же понимаете, что не все, не все люди. Нет, не все. Да, поэтому и в этом ничего страшного. В консульстве тоже люди сидят, они прекрасно это все знают. Но, да, я в успокоительном таком, что не надо бояться, потому что там психологи, они за вами наблюдают, они это все видят. Если у вас действительно брак неэффективный, у вас будет все в порядке. Потому что все равно выявят, даже если какие-то неточности будут в анкетах, вот в вопросе, вот просто мой знакомый, я его знаю, мой земляк, он выиграл 9-2011, по-моему. И вот у них был перекрестный допрос. И мало того, что он еще в возрасте уже мужчина был, за 50-му было. И у них ответы некоторые не совпали. А жена, я извиняюсь, что там 18-ю? Нет, жене было тоже за 40-ю. А, окей, ну то есть нормально все так. Да, они познакомились в интернете. Там интересная ситуация была в чем, вот я сейчас расскажу. Они познакомились в интернете на каком-то сайте знакомств. Это все в Украине происходило. Им стали задавать вопросы, на каком сайте, где вы познакомились, кто первые там, где вот кто из родственников первый был свидетелем, то что вы познакомились, как вот вы там, как вас принялась семья, где вы, куда вы ездили, и вот самое интересное было то, что после того, как они все ответили, в Украине раздались телефонные звонки. Раздался телефонный звонок сестре, жены. Правда ли, что Владимир и их не зять? То есть они у сестры чуть-чуть переспросили обстоятельства их невознакомства. Интересно, да. То есть исследование такое. Да, они проверяют, они ваши слова, если они в чем-то сомневаются, они перезвонят, не поленятся и проверят. Они, это верующие люди, они также позвонили, работники консульства позвонили в церковь пастору, уточнили, ходят ли такие прихожане, вместе ли не вместе и так далее. То есть были вот такие проверки. Это реальный факт. Это человек, которого я лично знаю, который даже книжку написал. Ну, такая, в ограниченном экземпляре, в тираже, в смысле. Он сам журналист бывший. Они сейчас, по-моему, в Северной Дакоте живут. Уже гражданство получили. Вот. И он написал небольшую такую книжку в мягком переплете и вот описал свою полностью, историю своего выигрыша. Ну, книжка-то есть где-то или? Нет, книжка у меня есть, но она у меня осталась. Я понял. То есть в онлайне нету там. Хорошо. В онлайне нет. Давайте так. Все-таки я бы разделил, я бы разделил степень обеспокоенности, да, этапом, на котором мы подаем документы на гринкарт-вотерею, для участия в лотерее, и этапом, когда мама родная выиграли, что делать дальше. То есть все-таки сегодня, например, нам не так важно, на какой имейл мы шлем письмо, и, допустим, какие именно там фотографии надо принести или не принести. Но сегодня мы должны знать, что это нас не остановит, это нам не помешает. То есть если человек думает, играть, не играть, что дальше, один я не поеду, а если я не смогу ее взять, вот на этом уровне, может быть, надо сказать, ребята, играете нормально, никаких проблем. С другой стороны, я бы сказал так, что если уже вы сегодня играете, а сегодня до тиража еще, слава богу, там полмесяца, да, соответственно, не до тиража, до приема заявок полмесяца, а до тиража, там, может быть, я не знаю, там все 8-9, значит, за оставшиеся 8-9 до тиража, ну, подкапливайте, подкапливайте фотки, которые будут новые, посмотрите, что у вас есть из старых. Сегодня же мы все и на фейсбуках, и на, я не знаю, там, в инстаграме, ну, где угодно, наверняка люди, если они вместе что-то делают, наверняка у них полно фотографий, ну, соберите, да куча, правда? Можно же какую-то работу прямо сегодня сделать, не залезая в нюансы будущего, а по части нюансов будущего вы фактически говорите, ребята, не волнуйтесь, если все без дураков, то проблем не будет. Да, конечно, да, но в соцсети проверяют, кстати, вот, буквально сегодня, читала истории прошлогодней, что даже был задан вопрос, почему вы не в друзьях у друг друга ВКонтакте? Консул задал такой вопрос молодоженам. То есть, они проверяют серьезно. Ой, ну, там, не, они, вы знаете, они ответы не пишут, они пишут, какие им задают вопросы. То есть, это вопрос, который говорит о том, что ими занимались, то есть, их изучали, и... А давайте, может быть, знаете что, может быть, мы выйдем немножко шире за вопросы, были отношения, не были отношения, а поставим его шире. Поведение человека в соцсетях, в момент, когда происходит интервью на получение, да, визы там, и так далее, по гринкарт-лотереи, когда это происходит, значит, они роются в соцсетях, вот допустим, кто-то там ругал Америку, или кто-то там, я не знаю, там, показал себя как расист, или там какой-нибудь фашист, я не знаю, там, ну, что-нибудь вот такое, в политическом плане. Это как-то вылезает? Или украл что-нибудь, вот, я не знаю? Я думаю, что они только, если же роются, то только проверяют, не связаны ли с террористическими, с какими-то организациями. Вот, когда мы подаем формы, выигрышные в 260 в КСС, вот, мне кажется, уже там, когда у нас, на нас уже заведено дело, скажем так, ну, вот папочка, да, с нашей анкетой, с нашими данными, со всеми, то, мне кажется, вот тогда, на том этапе происходит проверка, посмотрят просто, кто это еще. Аккаунты в соцсетях, они где-то, мы их там сообщаем, в каких-то формах, или это уже их, так сказать, креативность, как они нас находят? Ну, когда я заполняла, то мы не сообщали, но, возможно, по фамилии, по имени, в фейсбуке же, очень легко найти, по фамилии, по имени. Нет, ну, если Маша Иванова, их там 50 тысяч, как ее найдешь? Возможно, да, но, если им надо будет, они у вас спросят, даже на интервью вы придете, они у вас могут спросить, и при вас же зайдут в соцсети, посмотрят, то есть, для них, для них границ вообще нет, даже такой интересный момент, вот, я не знаю, как в других консульствах, стран СНГ, да, наших стран, бывшего Советского Союза, но, я знаю, что в Украине, посольство Америки, в Украине, ходит в гости, к молодоженам, это, это факт, это есть истории такие, значит, одна история была, ребята жили в Хмельницке, по-моему, или в Хмельницкой области, и к ним, они уже прошли интервью, у них был перекрестный допрос, но, на интервью им не сказали, что ваша виза одобрена, им назначили административную проверку, именно по семейным делам, ну, никто не говорит, по каким делам, знаете, если там с профессией не связано, то им просто говорят, ваше дело еще будет на административной проверке, там, в течение, там, трех недель, мы вам сообщим результат, и вот в одно воскресное прекрасное утро, молодые как раз только встали, и раздался стук в дверь, открыли дверь, стоят двое, мужчина и женщина, и представились сотрудниками посольства американского в Украине, не только, возможно, не киевского, там у нас в Харькове, по-моему, было посольство, и в Симферополе, и, по-моему, во Львове, вот если я не ошибаюсь, то есть есть консулаты были выездные, да, выездные, да, и вот они пришли к ним, пожалуйста, они зашли, можно мы пройдем, можно, зашли в квартиру, посмотрели, да, они посмотрели, что ребята вместе спят, как говорится, живут вместе, и все, они развернулись, ведут совместное хозяйство, да, 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 второй случай был, это не было дома, хозяев, молодоженов, и им соседи сказали, что приезжали люди, какие-то представились сотрудниками американского посольства, и расспрашивали у соседей, живут ли они вместе, действительно ли у них, ну, совместное хозяйство, и так далее, в обоих случаях визы были одобрены, то есть ребята получили визы, но я вам хочу предупредить, что если у вас будет такая ситуация, то, возможно, в гости придут, так что ожидайте, еще с соседями не ссоритесь, тоже так, да, точно, да, хорошо, давайте так, давайте так, с точки зрения того, как лучше подготовиться к этим делам, ну, вот за оставшееся время, ну, вот я говорю, там, пожалуйста, фотки там соберите до кучи, но, что-то может быть еще, я не знаю, я слышал вот истории, там, про отмет, печати в паспортах, что они вместе куда-то ехали, вот, допустим, куда-нибудь там ехали вместе, вот у них там одновременно стоит, там, печать, вот там, у этого, этого в один день стоит печать, там в паспорте, что они куда-то там поехали, это совместные поездки, да, как подтвердить совместную поездку, чем? Ну, наверное, все-таки фотографии, больше, мне кажется, не путевка, и не билетом, нет, нет, мне кажется, фотографии, потому что, вот это мы в Египте, вот это мы в Турции, вот это мы в Индии, вот это такой год, 2010, это 17 и так далее, ну, это неплохо, хорошо, то есть, вы знаете, не надо вот специально, как-то, мне кажется, сильно этим заморачиваться, если брак действительно неэффективный, то будет все в порядке, ну, пройдете вы определенную процедуру, подготовитесь, потому что вопросы на форумах есть, добрые люди постарались, подборочки сделали, какие вопросы, поэтому можно просто сесть и потренировать. те люди, которые сегодня идут, они подтверждают, как бы, легитимность, релевантность вот этих вопросов, которые на форуме, да, они говорят, вот что написано, то и спрашивали. да, но там список очень большой, очень большой список, но вот вопросы такие, как зубная щетка, какого цвета, что из окна вы видите. Если у меня спросите, какой цвет щетка у моей жены, мы 40 лет женаты, я, честное слово, я не помню. То же самое и я, вот, но, но это, это важно, для них это важно, они считают, что вы должны знать это. Кроме того, что у меня, у меня свой туалет у нее, я не знаю, да, но хорошо, ладно, мы объясним, что у нас нет информации о щетке, хотя мы, собственно, чего нам-то. Ладно, Лен, спасибо большое, может быть из вопросов, которые люди чаще всего задают, потому что мы на самом деле убеждаемся, что чаще всего задают очень простые вопросы, казалось бы, есть очень сложные аспекты, но со сложными вопросами крайне редко люди приходят, а вот такие самые, ну вот, ну вот, ну вот, ну вот уже дальше некуда, вот что, ну вот это опять за страну рождения, там в комментариях я была удивлена, прям уже пишут, что вроде бы как можно специально ошибиться, ну, товарищи, я вас не призываю специально ошибаться, не надо так делать, я рассказывала о том, что люди нечаянно ошибались, случайно. Но вы на самом деле сказали очень нетривиальную вещь, которую я, например, первый раз слышал, о том, что если ты ошибся со страной рождения, но в рамках того региона, которому принадлежит твоя страна, настоящее рождение, то как бы это списывается, и проблемы нет. И вы дали творческий посыл людям, которые говорят, вот, смотри-ка, так я же могу, там, статистически мне выгоднее быть тут, а не там. Нет, лучше так не делать, потому что придется, понимаете, когда человек случайно ошибся, он переживает, по нему это видно. Опять же, опять же, там сидят психологи, понимаете? А когда вы специально ошиблись, то мне кажется, что тяжело будет как-то, если, все равно проблемка будет, все равно консул должен будет посоветоваться с начальством, по вашему вопросу. Просто были такие случаи, что визы давали, не было отказов, вот если страна в одном регионе. Я понял, то есть случаи такие были, но это не значит, что все случаи были успешны. не надо, да, конечно, не надо, но если вот, не дай бог, вы ошибетесь, ну бывает такое, люди ошибаются, даже в своих именах и фамилиях, в датах рождения ошибаются. Лен, такой вопрос. Мне вот прислали пару ссылок людям на нормативные документы, которые определяют в Украине отдельно, в Российской Федерации отдельно, определяют, как надо писать имена в загранпаспортах. Это вы имеете в виду транслитерацию? правила транслитерации. Ну, и вот, я хочу спросить, ну, может быть, пользоваться этими, есть даже софтвер такой, знаете, он по этим правилам, прям, ты пишешь ему там, там, Портнов Михаил Петрович, а он тебе пах, вот то же самое, по правилам транслитерации, то есть, грубо говоря, так, если тебе будет, у тебя нет загранпаспорта, но тебе должны его дать со временем, то там должно быть вот именно так написано по тем правилам. Может быть, так писать? Или можно ли сослаться на это и сказать, ребята, ну, я, у меня не было загранпаспорта, но я в соответствии с ГОСТом по правилам транслитерации написал? То есть, у меня есть, как бы, основание, почему я так сделал? Да, это, это так и надо делать, да, это совершенно правильно. То есть, нормально? Да, это надо посмотреть правила транслитерации в вашей стране, и написать так, как будет ваше имя и фамилия в загран, в вашем загранпаспорте. Потому что моя, моя, например, идея была, ну, если у тебя фамилия какая-то, ну, не абсолютно уникальная, может быть, есть спортсмены, может быть, есть политики, может быть, есть писатели, то есть, википедии где-нибудь, то есть, есть иностранное уже написание этой фамилии, твоей фамилии, ну, для какого-то другого человека, может быть, оттуда взять и сослаться. Но если есть ГОСТ, я думаю, что ГОСТ это лучше, Вы знаете, вот есть еще карточки банковские, где по-английски написано, диплом, вот, например, у меня есть англоязычный образец, получается, и украиноязычный дублируется. То есть, я могу так написать, самое интересное, то, что ошибка, если будет в одной букве, например, ничего страшного не будет. Правила транслитерации периодически меняются. А, вот так даже? Понимаете, были в прошлом году, там были одни, или в позапрошлом, или там пять лет назад, потом они раз, им что-то в голову стукнуло, они раз поменяли. Поэтому, это вообще не проблема. Конечно, не надо писать, если вы Иванов, не надо писать, что вы Сидоров. Вот, а если вы напишите Иванов, ФФ, ну да, Иванов, например, да, абсолютно ничего не будет. Вот, честно, сколько людей, вот каждый год, когда выигрывают люди, сразу же начинается шквал созданных тем, ой, помогите, help, у меня проблема, у меня была там Мария, а написали там через другую букву как-то, в общем, а тем более, вы представляете, это в Украине, да, вот я, Елена, по свидетельству о рождении, а по-украински я Олена, то есть я по внутреннему паспорту и по загранпаспорту я Олена, я и в Америке Олена, понимаете, никуда я уже не делась от этого, хотя заявку я заполняла как Елена, потому что у меня на тот момент загранпаспорта не было. А какой был? Внутренний украинский или? Внутренний украинский, но там же по-английски не написано было. Но там написано Олена. Олена написано, это у нас две странички было, русская и украинская. На украинском написано Олена, а на русском написано Елена. То есть я у меня себе написала Елена. Еще больше запутали, я понял. То есть вам, вы могли выбрать одно из двух. Ну хорошо, Лен, давайте мы не будем запутывать нашего зрителя, потому что наш зритель здоров запутываться, я хочу сказать. Ужас, да. Да, мы сегодня, знаете, вот тут в офисе обсуждали, что вот народ в таких простых вещах все время путается. И я вот говорю, что вот как земля еще вертится, вот как? И я же пришел с ответом. Потому что мы в этом не участвуем. То есть если бы от нас зависело, вертеться я или нет, начались бы перебои вот с этим верчением. Какие-то проблемы бы начались точно. Так что, Леночка, спасибо большое. Я надеюсь, вы нам еще какую-нибудь темку хорошую подбросите. Вот. И до скорых встреч. Хорошо? Хорошо. Спасибо большое. До свидания.